Вопрос от компании прокатейс.ру, которая устанавливает достаточно большое количество приборов на лодке катера. И в последнее время мы столкнулись с тем, что люди ставят не один прибор, а два, а иногда даже три. И вот нам сегодня Сергей Фильшин расскажет, для чего вообще в принципе это делается. То есть, что мы получим, какое неоспоримое преимущество при установке, например, второго прибора или даже третьего. Вот у них на лодке, например, установлено три прибора. Сережа, для какой цели вообще? А, это установлено для следующих целей. Этот большой 12-дюймовый Лоренс установлен для того, чтобы смотреть на структуре, различные предметы, рыбу и прочие подводные аномалии. Это микрорельеф. Рельеф, да. Это микрорельеф. Второй прибор нужен для эхолота и, соответственно, карты. Ну, карты, точки забиваются здесь. Почему мы используем Лоренс? Здесь немножко такое более дружелюбное меню, и можно быстрее точку успеть поставить. Соответственно, здесь на флажок нажимается, и сразу у нас появляется точка. Почему треть... А еще можно, извини, перебью, просто я, кстати, могу сказать одно, что в плане надежности даже, да, то есть, опять же, это электроника. Да, это... Она имеет обыкновение, в принципе, сломаться. Такое бывает, да. Особенные приборы, которые, ну, просто в тяжеленных условиях, там, спортивных соревнований эксплуатируются, да, и могут, там, в какой-либо момент, там, что-то может сломаться. Но мы все это прекрасно понимаем. Понятно, есть там гарантия, вот, и прочее, да, но когда у тебя прибор... Перегреваются они. Перегреваются там, сломался прибор, у тебя банально, ты из двух, ты на одном можешь точно как-то поработать. Они, конечно, греются, действительно греются, потому что дисплеи мощные, процессоры там много, понятно. Они у тебя... и третий прибор у тебя установлен... Гармин. Гармин. Ну, это как раз 7410, шустрый прибор, я пользовался. Очень, очень шустрый, монитор очень яркий, контрастный, процессор, видно, стоит очень мощный. Ну, сейчас мы его на воде как раз подвесим. Мы потом, да, на воду перейдем. Вот, и, соответственно, здесь используется как Даунвижн, так же вторым прибором уйдет просто эхолокация. Вот, соединены они, соответственно, по сети Ethernet и по NMEI 2000. Если посмотреть, здесь головное устройство, это вот эта девятка, данные с эхолокацией на этот монитор поступают вот с этого монитора, это просто как второй телевизор получается. Но датчик структуры у них, он разведен. То есть, здесь свой выход, здесь свой выход. Соответственно, что нам это позволяет? Если здесь я уменьшаю масштаб, то есть обычный поиск идет рыбы на 30 метрах, то и здесь, соответственно, то же самое получается. Вот, 45-50, но аналогично этому уменьшается. Соответственно, и здесь то же самое, если я буду здесь нажимать, здесь то же самое. Дублируется дисплей? Ну, возможно, дублируется, все это есть. Связываются они специальным кабелем? Ethernet-ский кабель, так называемый, да? То есть, оригинальный кабелек производства компании Lawrence, в данном случае, и через шину NME-2000? Да, вот он подключается. С шины NME-2000 берутся все данные о глубине, о скорости, о температуре воды, вот все это. А за видео отвечает именно этот кабель. Если вы не подключите его, то у вас будут просто цифры. То есть, будут только цифры, и, возможно, будет одна карта. То есть, можно одной картой на двух мониторах пользоваться. Ну, это понятно, потому что у него профессионал способность значительно выше, там, как это, 100-мегабитная сеть просто идет конкретно, тоже, как у Garmin, как раз, который мы смотрели, и датчик от Panoptics, то, что у тебя установлено здесь в лодке, да? Там кабель такой очень серьезный, сетевой именно. Сетевой в плане компьютерных сетей. Вот так? Спасибо. Спасибо тебе, Серега, за такой... Ликбез очень интересный, и многим будет полезна, я считаю, это мега полезная информация, которая, к сожалению, не каждый человек может поделиться с другим человеком. А тем более, наш современный мир такой, что иногда не хочется инструкцию читать, а люди покупают приборы там по 70-80, там 100 тысяч рублей, да, и не понимают просто банально, как с ними дружить, как с ними работать и на что они способны. Как показывает статистика и практика последних лет, люди эксплуатируют приборы там процентов на 15, наверное, не зная всех их возможностей, которые можно вообще, в принципе, здесь иметь. Вот. Ну ладно, что, погнали на воду, да? Посмотрим пару раз что-нибудь такого. Посмотрим коряжки, посмотрим на структуру. Коряжки, структуру, рыбу посмотрим. Рыбу, покажешь нам рыбу? Попробуем ее поймать. Ну что, тур кончился, она сейчас поймается. Да, она сейчас должна пойматься. Кстати, погода полегче. Вчера, конечно, такой был, прям, денек очень, очень грустный. Вчера, конечно, такой был, прям, денек очень, очень грустный. Вчера, конечно, такой был, прям, денек очень, очень грустный.